Приветствую с уважаемыми пользователями на Универсальном Игровом. С вами, как всегда, Джейниум. Мы продолжаем изучать мир игрушкой Banishad. И сегодня, как я и говорил, мы будем разбирать вопрос пастбища и рынков. Что это такое и с чем это едят. Так, сразу-сразу, если успеем, разберем, зачем нужны церкви и таунхоллы. Итак, пастбище. Пастбище это еще один из ресурсов, который позволяет нам добывать три необходимых вещи. Это еда в виде мяса, курятины и яиц. А также это шерсть для одежды и кожа для одежды. Как вообще можно строить пастбище и откуда они берутся. Если вы играете на уровне хард, то изначально у вас ни коров, ни овец, ни куриц нет. Всех этих животных вы сможете получить в трейдинг-посте, когда приедет торговец и предложит вам. По ценам куриц, ну по крайней мере как у меня, курицы 400, овцы 600, коровы 800. То есть вам необходимо, чтобы у вас на складе лежало как минимум, получается, 1600 для того, чтобы купить себе минимум двух коров. Почему не стоит покупать по одному животному? Животные после того, как вы купите их у торговца, перейдут в пастбище, которое находится вот здесь. Они будут здесь жить до тех пор, пока просто-напросто не умрут. А умрут они довольно быстро, если вы не сделаете им пастбище и не перегоните их туда. Как вы понимаете, ни одно животное развиваться в одиночку не может. Поэтому для того, чтобы развить нормальное пастбище, получить нормальное для себя количество коров, получить нормальное количество овец, вам необходимо минимум две особи. Как же происходит у нас изготовление, собственно, производство мяса, производство шерсти? Основным нашим местом, где будут наши коровы, курицы и овцы развиваться, это у нас является пастбище. Пастбище строится у нас вот здесь, вот оно, Pasture. Пастбище у нас может быть максимального размера, сейчас скажу, по-моему, 20 на 20. Да, 20 на 20, это максимальный размер пастбище. При этом без разницы, будут у вас там жить курицы, коровы или овцы. 20 на 20, это максимум. И 20 на 20 нам позволяет получить 20 коров, по-моему, 56 куриц. Так, это мне, пишите, там маленькая, где у меня большая? Эээ, где большая с курятиной? Секундочку, я потерял. Так, видимо, еще нет у меня большой с курятиной. То есть овцы у нас 20, это тоже не самое большое. Вот у нас курятина, 51 курица максимальный размер и овцы практически максимальный размер. Там их будет порядка 25 овец. На каждое пастбище можно установить до двух работников, которые будут обслуживать данное пастбище. Для чего нужны работники? Работники нужны для того, чтобы наши овцы, коровы и курицы, они жили, размножались. И также по достижению предела, который у нас здесь есть, их убивали и делали из них, соответственно, то, что необходимо делать. Это, соответственно, курятину, мясо. Итак, смотрим. Значит, вот у нас, вот здесь вот у нас стоит два работника. Вот они ходят, работают. Вот эти вот маленькие-маленькие коровки, это телята, которые у меня уже, собственно, родились. Что же будет производить наше пастбище? Давайте посмотрим. То есть пастбище производит у нас говядина и кожа. Соответственно, после того, как у нас будет достигнут предел, то есть лимита, не удивляйтесь тому, что вот вы только-только сделали, только-только сделали и загнали туда своих животных, и у вас ничего не происходит. Не удивляйтесь. Вам необходимо сначала достичь лимита. То есть, вот видите, сейчас у меня от одного, одну коровку зарезали. Давайте, кстати, сделать, наверное, новое пастбище для того, чтобы вам показать, как вообще перегонять из одного места с другое. Это такой немаловажный момент. Так, где бы сделать? Вот, смотрите, хорошее место. Вот, наверное, вот здесь вот мы сделаем. Так, 17 на 18, 19. Ну вот, небольшое сделаем, да, чтобы... Назначим сразу приоритет. И сюда прибегут люди. Сейчас быстренько здесь все разберут, быстренько мне построят. Благо, ресурсов у нас полны, полны, полна. Так, в общем, когда построите, не пугайтесь. Ничего страшного от того, что у вас сразу не будет производиться необходимо какое-то время. Вот видите, например, вот здесь вот у меня сейчас, в данный момент, у меня 13 коров из 20. Что у меня произведено за прошлый год? Ничего. Почему? Потому что некого было убивать. Если бы у нас были свободные коровы, тогда, соответственно, мы бы их зарезали и получили бы необходимую нам еду. Так убивать некого. Поэтому не пугайтесь. Так, у нас, кстати, приехал продавец. Так, продавец принес нам всякую чушь. Ничего нам не надо. И заказывать ничего у него мы не будем. Если вы не знаете, как работает продавец, посмотрите предыдущую серию. Это пятая серия. Там все подробненько-подробненько было мною рассказано. Итак, что там у нас достроилось? Не достроилось? Почти достроилось. Почти достроилось. Почти достроилось. Все хорошо. А пока у нас строится, давайте посмотрим, что же такое рынок. Рынок – это место, на котором хранятся все товары с определенной области. То есть, у нас вот эта вот большая-большая область. И вот с этой области у нас хранятся товары. Также рынки, они вмещают гораздо больше, чем склады и гораздо больше, чем места для хранения товаров. То есть, здесь могут храниться и одежда, и еда, и кожа, и камни, и железо, и уголь. В общем, все ресурсы, которые только могут быть. Единственное, чтобы грамотно функционировал рынок, нам обязательно нужно поставить человека, который будет за рынок отвечать. То есть, хотя бы одного работника рынка мы должны сделать. Также, ну, лично мне так показалось, я не уверен, потому что нигде не нашел документацию на это дело. Рынки перераспределяют еду между собой. То есть, если у нас, например, в этой зоне очень много яблок, пшеницы и картошки, да, а где-то в какой-то зоне этого вообще нет, то еда будет перераспределена. Потому что, вот смотрите, вот здесь вот у нас точно нету нигде яиц. Да, вот, яйца у нас ближайшие, производятся вот здесь. Здесь, однако же, на этот рынок попадают яйца. Хотя, вот на этом рынке яиц больше. То есть, рынки нужны, ну, вот, лично мне так показалось, для перераспределения. Еще раз говорю, что документированного вот этого подтверждения я вам гарантировать не могу. Но, все же, считаю, что это именно так. Поэтому, когда у вас в какой-то зоне чего-то не производится, можете просто-напросто поставить рынок здесь, поставить рынок в другой зоне, с которой необходимо перекидать. И у вас ресурсы будут перекиданы. Главное, добавляйте людей, которые будут за это отвечать, которые будут работать. Так, вот, даже можно немножко добавить, да, соответственно. То есть, люди, которые здесь работают, они будут таскать между рынками ресурсы, которые необходимы в той или иной зоне. Соответственно, вот этот рынок будет у нас обрабатывать вот этих вот людей. Следующий рынок будет обрабатывать вот тех. Так, ну, что у нас там достроилось? Почти-почти достроилось. Вот мы сейчас построим и посмотрим, как будет забавно. Итак, после того, как у нас построено спадбище, у нас куплены коровы, куплены овцы, куплены курицы, нам необходимо сказать, что вот на вот этом месте будут производиться, например, курицы. Почему курицы? Потому что они сейчас прикольно будут бежать, и это очень интересно, мне всегда нравится. Соответственно, необходимо сюда поставить два человека. Добавляем двоих людей. Запускаем. Как видим, ничего не происходит. Что же, что же мы сделали с вами и так? У нас есть курицы. Они должны быть здесь. А сделали мы с вами не так вот что. Точнее, мы сделали все правильно, но не доделали один момент. Итак, смотрите. Когда мы выбрали следующее пастбище, мы видим, что у нас здесь 52 курицы. И есть кнопочка сплит. Сплит, это значит разделить. Итак, нажимав на эту кнопочку, мы половину данного пастбища, половину скота, который у нас здесь спасется, мы отправляем на ближайшее пустое пастбище, которое у нас есть. Соответственно, нажимаем сплит. Здесь нам сказали, что остается 26. А вот здесь вот тоже стало 26. Соответственно, мы разделили. И теперь смотрите, что будет происходить. Это самый клевый момент. Курицы. Курицы собираются. И пошли! Где курицы? Да, вот они, вот они, вот они пошли. То есть, их без разницы, это настолько умные существа в этой игре. Курицы, это обалдеть. Вот они пошли. Они сами найдут, куда им идти. А, это вообще прикольно. Вот этот момент меня очень-очень всегда забавлял. То есть, вот мы, видите, курицы побежали. Такой толпой, вереницей. Самое прикольное, когда вы закупаете куриц где-нибудь в каком-нибудь месте, да, то есть, у продавца, например, много курицы купили, вам захотелось. И вы их отправляете, и вот они побежали. Это так прикольно. Я не знаю, ладно, я... Это глупость, конечно, но... Все, что это забавно. Итак, сразу после того, как курицы... Вот одна курица сверху идет. Целая вереница куриц идет снизу. А мужик идет в олене. Итак, сразу после того, как курицы дойдут на данное пастбище, наши работники начнут их размножать. То есть, они начнут за ними ухаживать. Итак, все, курицы пришли. По дороге родилась еще одна курица. Как ни странно, было 26, дошло 27. Итак, курицы дошли. Соответственно, сейчас начинается производство яиц, начинается производство мяса. Что вообще дают нам вот эти вот яйца, мясо? На самом деле, выживать на одних только пастбищах это очень-очень сложно. Потому что вот даже при производстве... Вот у нас было, да, вот здесь вот 56 куриц. Работало 2 человека. За год у нас было произведено 600 яиц, 156 куриц и 28 картошки. Ну, почему-то иногда проскакивает картошка. Иногда даже дерево. То есть, всего за год было произведено 756 единиц продукции. Это очень и очень мало. Потому что... На том же самом, например, поле, где работают 3 человека, здесь уже 700. Хотя 3 человека, там 2, да, то есть по ресурсам меньше. Но вот здесь вот работает 4 человека, 1460. Ну, честно, ну, я вам так скажу. Попробуйте конкретно для своего города. Попробуйте развить промышленное хозяйство именно на основе пастбищ. Вот потому что, вот, например, вот здесь вот, да, вот, в овцах, здесь у нас 12 всего овец. Как понимаете, вот, еды у нас уже целая тысяча. То есть, овцы, они более или менее ликвидны. Коровы, ну, коровы, они менее ликвидны, но они нам дают много кожи. Соответственно, не надо держать очень большое количество охотников. Поэтому, все-таки, я вам советую, да, коров. Коров делайте, делайте их обязательно. Курицы. Нужны очень большие пастбища, именно куриные, для того, чтобы... Для того, чтобы у вас... Они приносили какой бы то ни было приличный доход еды. Однако, курицы это самые быстро развивающиеся животные, которые есть в данной игре. То есть, купив себе две курицы, вы буквально как будто бы себе кроликов купили, и они у вас начинают размножаться таким количеством, что можно делать, делать пастбище. Попробуйте. Попробуйте это, как говорится, на вкус и цвет. Мне, честно, мне не очень понравилось пастбище. Потому что, мне показалось, что мало, мало они ресурсов приносят для того количества занимаемого места, которое оно занимает. Ну, маловато. Хотелось бы немножко больше. Хотелось бы как-нибудь увеличить количество, которое будет у нас здесь добываться. В принципе, это все, что хотелось рассказать вам про пастбище и рынки. Пробуйте, стройте свои деревни, стройте свои города. Задавайте вопросы в комментариях. Обязательно я на них на все стараюсь вам ответить. Если у вас есть какие-то проблемы, вы не знаете, что у вас происходит с вашим городом. А с вами был Джейнём. Это была игрушка Бенништ. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Играйте в хорошие игры. Пока.